Всем привет! Добро пожаловать на канал WTNT. В моих руках Xiaomi Mi Max 3 и Huawei Honor 8X Max. Это два гигантских смартфона. До выхода Honor 8X Max Xiaomi Mi Max 3 был смартфон с самым большим экраном. То есть я не беру как бы в учет планшеты, которые умеют звонить, но вот так это все было. А до этого был Xiaomi Mi Max 2, но Mi Max 2 у него был предшественник. Это Sony Xperia Z Ultra. Да, да, помянем мы этот смартфон прекраснейший, был самый лучший, самый тонкий, самый классный, самый офигенный. Ну, в общем, Mi Max 3 это уже смартфон с увеличенным экраном 6,9 дюйма. А Honor 8X Max это уже смартфон с 7,12 дюйма экраном. Что касается габаритов, то оба смартфона имеют очень схожие размеры. Я бы сказал так, что Huawei буквально на 1 мм, даже на полмиллиметра выше, нежели Xiaomi. И это практически незаметно. Что касается ширины, получается, что Mi Max даже немного шире. Вот за счет того, что здесь такое как бы узкое скругление. И по толщине на 0,1 мм Xiaomi тоньше, нежели Honor. То есть получается так, что они по размеру практически одинаковые. И при этом у Xiaomi 6,9 экран, да, там, и по-моему даже 6,99. А у Honor 7,12. То есть получается экраны, ну, очень близко, рядом. Кстати, что касается веса, то Huawei Honor весит 210 грамм. А Xiaomi Mi Max 3 весит 221 грамм. Вот такие тоже интересные факты о данных устройствах. Кстати, из форм-фактора могу отметить то, что у Honor идет пластиковая глянцевая крышечка. У Xiaomi идет такой металлический матовый корпус. Очень красивый, стильный. Но, опять же, все это одевается в чехол. Поэтому особого прям какого-то смысла в этом нет. Также смартфоны имеют сканеры отпечатка пальцев. И имеют двойные камеры. Также, что касается экрана. Конечно, полноценно прямо вот сказать, что экран на данном смартфоне или на данном лучше или не лучше. Но из того, что мне показалось, экран на Huawei немного интересней. Температуру, конечно, можно подстроить. То, что можно заметить, это какие-то вот, знаете, пиксели есть на Xiaomi. И когда ты подносишь близко вот смартфон к лицу. Но не так прям вот сильно-сильно близко. Но вот, допустим, чтобы подсмотреть и прочитать вот этот текст, нужно немножечко поднести. И я вот прям раз. Блин, а у Xiaomi какие-то пиксели видны. Смотрю на Honor, а тут такого нет. Вот это вот такой как бы нюанс, который я заметил. Несмотря на то, что количество пикселей, у них плотность практически одинаковая. У Huawei только чуть-чуть выше, это 350 пикселей на дюйм. А у Mi Max 345. Тем не менее, вот, ну, как бы разница очень минимальная, по идее, в пикселях. Но, тем не менее, это как-то видно. То есть разные матрицы, разные производители. И, соответственно, мне кажется, что у Honor качественнее картинка, нежели у Xiaomi. Это мое личное мнение на основании того, что я заметил. Что касается железа. Оба смартфона работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 636. И показывают плюс-минус одинаковый результат в синтетическом тесте Antutu. Также мы видим, что оба смартфона работают на 64-битном Android 8.1. Это тоже такой вот немаловажный фактор. Оба смартфона имеют по 4 гигабайта оперативной памяти. Ну, а встроенной памяти у того и другого в данных моделях у 64 гига. Но есть и на 128 гигабайт. Также у Huawei есть модификация с другим процессором. Которая, к сожалению, еще не вышла. Она была анонсирована, но не продается на 660 Qualcomm. Но она будет стоить достаточно дорого. Эта модификация. И, к сожалению, этот вот такой нюанс есть. Также могу отметить еще некоторые нюансы по синтетическим тестам. Мы можем увидеть это синтетический тест Geekbench. И здесь практически одинаковый результат. Что касается памяти, то память вот у двоих смартфонов вот такая имеет скорость. 272 на чтение и 196 на запись. И 278 и 205 на запись. То есть на запись у Huawei немножечко быстрее память. Но, опять же, это не критично. Совсем немного. Не так уж и сильно отличается. Что касается камер, то у смартфонов две основные камеры. Главные камеры у Xiaomi 12 мегапикселей. У Huawei идет 16 мегапикселей. Вторая камера, я знаю, что у Xiaomi 5 мегапикселей. А вот у Huawei разнятся данные то 2, то 5 мегапикселей. В общем, я не знаю. Но главное, что основная камера на 16 мегапикселей. Фронталки оба смартфона имеют 8 мегапикселей. При этом Xiaomi снимает видео в 4К. Huawei не снимает видео в 4К. Xiaomi на фронтальную камеру снимает видео в Full HD. И Huawei снимает на фронтальную камеру 720p. И это очень странно. Очень, очень странно. Потому что обе камеры 8 мегапикселя. Что стоило просто Huawei сделать по Full HD запись видео? Прям вот вообще не знаю. Вы сможете посмотреть фотографии и видео. Как на основную, так и на фронтальную камеру. Для того, чтобы понять, как фоткает. И причем, что я сделаю еще дополнительные видео в помещении на фронтальную камеру. Вот именно сравнительные. Потому что на Huawei я сделал. Но на Xiaomi я еще не успел сделать в темноте. Но на улице я скажу так, что, конечно же, Xiaomi немного нагибает Huawei. Но в сравнении я могу сказать, что на Xiaomi быстрее фокусируется камера. Снимки более детализированные. Меньше смазываются. Да, может быть, они не такие яркие и сочные, как на Huawei. Но, тем не менее, они как-то более реальные. Как по мне, эти снимки, нежели на смартфоне от Huawei. Но, опять же, сравнивайте вы. Потому что вы будете смотреть это все на экране монитора. Вот так. И сравнивать непосредственно на одном и том же экране. Потому что разные экраны и отображение картинок будет разное. Поэтому я вам предлагаю посмотреть сравнительные фото и видео. Но, в целом, камера на Xiaomi мне показалась совсем немножечко лучше, нежели камера на Honor 8X Max. Но, опять же, это такие мелочи. Но, в целом, я же говорю, что очень-очень неплохой результат, что та камера, что другая. Записываю видео на фронтальную камеру Xiaomi Mi Max 3 и Huawei Honor 8X Max. Вот такое вот интересное сравнение у меня. Вот как раз на фронтальную камеру. Давайте посмотрим, как звук идет с Honor 8X Max. Вот такое вот качество звучания. И теперь с Xiaomi Mi Max 3. Видите, немножечко ярче картинка получается у Honor 8X Max. Но, как-то более приятная картинка все-таки у Xiaomi. Мне так кажется. Все-таки фронталка у Xiaomi немного лучше, нежели у Huawei. Но это вот как-то так мне кажется. Давайте я сейчас зайду там, где потемнее. И вот так это выглядит в темноте. Ну, не в темноте, а там, где поменьше света. А если хотите, чтобы в темноте, вот сейчас я зайду в планету там, где темно. Ну, и вот здесь, видите, только от лампы немного попадает свет. И вот здесь вот прям вот вообще меньше-меньше света. Все меньше-меньше, все, чтобы не навернуться. Еще меньше света. Вот с минимальным освещением. Вот здесь вы можете видеть разницу фронтальных камер. Причем, что ни там, ни там я, к сожалению, не могу включить какую-то вспышку. Может быть, хотя бы за счет экрана. Здесь такого, к сожалению, нет. Вот. И давайте возвращаемся уже в свет. Вот два его окна. И вот как раз детализация на все это про все. Оценивайте сами. Записываю видео на улице. Сравнительное видео Honor 8X Max и Xiaomi Mi Max 3. И вот вы можете посмотреть, как качество видео на фронтальную камеру на Xiaomi и на Huawei. И также на улице тут немножечко всякий шум, всякое разное. И вот вы тоже сможете увидеть. Смотрите, прям вот на Xiaomi видно, что голубое небо. А на Huawei как-то все белое. Ну, пишите в комментах, где вам на улице нравится больше камера. На Honor или на Xiaomi. Записываю сравнительное видео. Honor 8X Max и Xiaomi Mi Max 3. Вот, пожалуйста, тут как раз мое рабочее место. Кто давно подписан на мой канал, видит, что оно немного изменилось. Вот сейчас, прямо сейчас, я тут записывал видео. Там даже осталась, видите, звуковая дорожка. Кстати, хочу отметить, что Honor 8X Max пишет видео Full HD. А Xiaomi Mi Max 3 максимум 4K. Вот так вот это все выглядит. Да, так, давайте поближе что-нибудь сюда вот. Еще что-нибудь. Так, смотрите, что у меня тут всякая всячинка находится. И поближе. Так, картиночки, картиночки. Детализация, качество. Смотрите, вот мы это все делаем. Ну, на экране, мне кажется, что у Huawei лучше качество. Но мы не знаем, как будет по факту. Нужно смотреть уже на экране монитора. Записываю видео на основную камеру Xiaomi Mi Max 3 и Huawei Honor 8X Max. И давайте будем смотреть, что у нас тут по картинке. Получается, вот, разные вам типы картинок. Плюс ко всему будет звук идти с разных гаджетов, устройств. Вы тоже сможете увидеть детализация. Все эти фишечки. Конечно, смартфоны большие. Прям одинаковую картинку показать вам вряд ли получится. Но максимально, насколько возможно. Так. И так. Оп. Быстро все адаптируется. Быстренько все так работает. Ну, не может не радовать, согласитесь. Кстати, я хочу сказать о том, что у Xiaomi, прям вот смотрите, на глобалке накатились сами вот эти все приложения. Я их поудалял. И они заново опять установились. Не, ну это вообще, честно говоря, какой-то отстой. Я не был согласен с тем, что вы мне будете устанавливать приложения. Я вот прям вот очень неожиданно сейчас удивлен. Негативно. Ну, ладно, я их потом поудаляю все. Ну, вот прям реально перед съемкой видео я все это удалял. И тут раз оно вылезло, видите, прямо на экране. Ну, у Huawei такого нету. Но у Huawei есть другие бока. Например, то, что нету глобальной прошивки. И иногда вылазит, ну, допустим, вот такие вот фишечки. Я думаю, что не все будут рады таким фишечкам. Но это просто нужно ничего там не клацать, а закрыть это приложение и им не пользоваться, как вариант. Что касается игр, то игры идут на обеих смартфонах плюс-минус одинаково. Так как платформы одинаковые. Поэтому тут тоже как бы сравнивать в играх я могу сказать, что просто одинаково. Плюс-минус. Итак, друзья, пора подводить итог по сравнению смартфонов. Исходя из того, что я проверил и протестил, сразу же могу сказать, что экран мне нравится больше у Huawei. Также мне нравится больше оболочка у Huawei. Вот не знаю почему, но в последнее время она мне прям вот стала нравиться. И, ну, очень хорошо. То есть допилили, доработали, улучшили, изменили, добавили кучу возможностей и записи экрана. Тут и всякие разные фишечки. Действительно очень хорошо софтверно пропилили Huawei свою оболочку. Что касается Xiaomi. Мне нравится фронтальная камера лучше у Xiaomi. Также стоит отметить, что у Xiaomi 5500 мА батарейка, а у Huawei 5000. То есть автономность у данного аппарата за счет мА только уже выше. И за счет оптимизации тоже немного выше, нежели у Honor 8X Max. Но опять же, у Honor тоже весьма впечатляющие результаты. То есть 9 часов экрана и еще четверть заряда. В то время как при таком же использовании у Xiaomi будет где-то 33-35% останется заряда. Также стоит отметить о том, что Xiaomi имеет международную глобальную прошивку MIUI 10. А Huawei Honor 8X Max, к сожалению, международной прошивки не имеет. Это тоже такой вот небольшой минус. Но тем не менее. В целом, скажу, что оба аппарата достойные и интересные. Наверное, нужно брать тот, который нравится и внешне. Нужно брать тот, который ближе ощущается, что вам действительно больше нравится этот смартфон. Потому что в ценовой категории Honor 8X и Xiaomi Mi Max 3 стоят одинаковых денег. То есть у Xiaomi есть свои какие-то определенные особенности и преимущества. А у Huawei есть свои определенные особенности и преимущества. Поэтому лично я бы, скорее всего, не купил бы никакой из этих смартфонов. Потому что оба смартфона для меня большие. Если бы вот прям мне предлагали, или этот, или тот, я бы, скорее всего, выбрал бы Huawei. Но из-за камеры, конечно, хочется взять именно Xiaomi Mi Max. Потому что камера у него все-таки немного получше. Ну а какой из этих смартфонов предпочтете вы? Пишите, пожалуйста, в комментариях. На этом я буду заканчивать свои видео. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, смотреть другие интересные видосы. Всем пока. До скорой встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok